Продолжение следует... Меры по текущему ремонту дома не были приняты. Мэрия обратилась в прокуратуру с жалобой на ЖУ-40. Вот это вот смешивание абсолютно разных обязанностей капитального ремонта и текущего содержания, это недопустимо. И вновь есть возможность провести ночь в музее. 14 мая в 7 вечера двери музеев откроются для посетителей. Мы начнем с флешмоба Сертаки, потому что одна из тем, которой посвящается эта акция текущего года, это перекрестный год в Греции и Россия в Греции. Это информационный канал «Город» в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Ремонт части Павловского тракта и проспекта строителей в Барнауле завершится к середине июля. Городские власти заверили в этом губернатора края Александра Карлина в рамках выездного совещания. Сейчас в разгаре первый этап работ. Специальной фрезой снимают старый асфальт. Работа в основном идет в ночное время. Подрядчик Барнаульская ДСУ номер 4 обещает использовать самые современные технологии и материалы. Впереди укладка специальной геосетки, выравнивающего слоя и, наконец, верхний слой асфальтобетона. По словам дорожников, покрытие прослужит долго. Губернатор взял работы под личный контроль и отметил, исполнители будут отвечать за качество работ персонально. Будут выставлены информационные щиты, на которых будет указано, какая организация ведет эти работы, кто руководитель этой организации, кто ответственный исполнитель. Вот с этого начинается тема персональной ответственности. Это же не обязательно карать юридически, наказывать, в тюрьму садить. А вот даже конкретная будет фамилия конкретного человека, это уже работает. Напомним, в этом году из краевого бюджета города выделены значительные средства на ремонт автомагистрали. Более 150 миллионов рублей. Их решили направить на восстановление дорог на проспекте Строителей и Павловском тракте. Городская администрация обратилась в прокуратуру с жалобой на ЖУ-40. Это связано с инцидентом, который произошел накануне на проспекте Социалистическом. Напомним, кусок штукатурки, отколовшись от фасада, упал от фасада одного из домов, упал на прохожего. Мужчина сейчас находится в реанимации. Как пояснили в мэрии, комитет ЖКХ города неоднократно обращался в управляющую компанию уже у номер 40 города Барнаула, которая обслуживает данный многоквартирный дом, требуя провести сезонный осмотр его конструкции. Но меры не были приняты, отмечают в комитете. Это, уверенно, в администрации города и привело к трагедии. Никто не заставляет управляющую организацию делать капитальный ремонт или его последствия. Но меры принять по необходимой, по необходимому латанию края кровли, чтобы избежать замачивания карниза, по, допустим, если видны пятна замачивания или трещины, даже по отбитию опасных кусков, по организации сетки над карнизом, они обязаны были. Вот это вот смешивание абсолютно разных обязанностей, капитального ремонта и текущего содержания, это недопустимо. Управляющая компания имеет свою точку зрения на этот счет. Там считают, что вина лежит на компании-подрядчике, которая по заказу городского комитета ЖКХ сделала в 2012 году некачественный капремонт. В администрации отмечают, это не оправдывает бездействие управляющей компании. Между тем, полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а следственный комитет Алтайского края начал доследственную проверку по факту падения штукатурки с фасада здания. У одного из крупных спортивных объектов края стадиона «Динамо» обрушилась часть трибуны. Речь идет о стене из кирпичей, которая граничит с улицей Максима Горького. Удивительно, но незадолго до инцидента руководство арены приняло меры. Сюда был ограничен доступ пешеходов. Скорее всего, поэтому и удалось избежать последствий обрушения. С подробностями Кирилл Политов в нашей традиционной рубрике «Коммунальный патруль». От остановки общественного транспорта по улице Никитина мимо стадиона «Динамо». Это традиционный маршрут под названием «На работу» нашего коллеги Артемия Панченко. Небольшая часть путешествия зачастую проходит под одну из трибун. Той самой, которая еще совсем недавно вызывала опасения общественности. Якобы чиновники на обращении инициативных горожан дали ответ. Эта часть сооружения представляет опасность для пешеходов. Позже в зону ограничили доступ желающих припарковать автомобили. И вот совсем недавно закрыли проход и для пешеходов. Оказалось не зря. Спустя время кирпичная кладка рухнула на асфальт. «Зимой уже обратил внимание, что когда начал снег таять, что некоторые кирпичи начали, стена начала выпирать сюда. И уже как бы ожидал, что рано или поздно она рухнет». Под удар могла попасть и наша съемочная группа. Именно в этом месте мы обычно записываем, говоря языком телевидения, стендапы. Вот такой получилась эта история, и она еще не закончена. Теперь будем ждать весны, тогда, как обещали нам эксперты, должны начаться работы по восстановлению коллектора. И коммунальный патруль приедет и разберется. Повезло. Обратились за официальным комментарием к руководителям стадиона. Получили отказ. Уже в телефонном разговоре нам пояснили, стена будет восстановлена в ближайшее время. Точные сроки не уточнили. Зато наверняка известно, 25 мая сыграют в календарный матч хозяева арены. Впрочем, эта трибуна испытывала нагрузку лишь в редких случаях. Сейчас футбольного бума не наблюдается. Если в данной истории требуется восстановить стены, то в другой стены нужно разобрать. Вот смотрите, вот это вот зимой, весной и осенью, и все вот сюда ходят. Заброшенное строение стало отхожим местом. Пенсионерка Элла Ивановна уверяет, здесь самая известная импровизированная городская уборная. Адрес прямо под окнами 183-го дома по улице Георгия Исакова. Прохожие приходят сюда толпами. Здание опустело около 20 лет назад. За это время выросли десятки деревьев и горы мусора. Неприглядная картинка из окна лишь малая часть. Неприятный запах. Главная беда в радиусе 10 метров, говорит женщина. К тому же строение стало пристанищем для бомжей. В ход идут горячительные напитки и стены. Горожане уже устали бороться за свежий воздух. Ну, неприятно. Окна мы не можем открыть, потому что летом здесь такая вонь стоит. Что, ну, все туда идут. Ну, а куда они должны идти? Больше некуда. Туалетов нет в городе. Помочь жителям решить этот ароматный вопрос должны городские чиновники, говорит наш эксперт, руководитель компании ДС-1 Анатолий Суворов. Для этого есть несколько способов. Во-первых, нужно обратиться в администрацию района. Те должны, как бы, принять решение о сносе этого павильона. Или найти хозяина, чтобы он снес. Или за бюджетные деньги тогда уже надо снести, потому что нельзя этого допускать на дворовой территории, чтобы было. Потому что, ну, действительно, может быть, неприятно запах. Там и ребятишки могут гулять, и все это смотреть. Ну, и все же может случиться. Тем более не только, что там запах и тому подобное. Такие случаи всякие бывают. Сейчас и дети теряются, и старики теряются. И вновь мы возвращаемся к первой теме нашего выпуска. Сегодня рабочие приступили к восстановлению конструкции стадиона. Мы же не изменяем себе и вновь записываем очередной стендап на этом фоне. Уж больно декорации подходят для концепции программы. Запишем на расстоянии. Есть вероятность обрушения других пролетов. А если вам стали известны факты бездействия коммунальщиков, расскажите нам об этом. Телефон нашей редакции в Барнауле 722-301. Звоните, коммунальный патруль приедет и разберется. Кирилл Политов, Андрей Печоркин, Николай Шилко. Информационный канал «Город». Еще 4 месяца под стражей. Сегодня суд продлил арест бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его жены Татьяны. Об этом нам сообщили в Октябрьском суде Барнаула. Обвиняемые в покушении на взятку и посредничестве в ней пробудут за решеткой еще как минимум до 11 сентября. Денисова поместили под стражу 16 марта. Правоохранители считают, что находясь на свободе, он может помешать расследованию. Адвокат экс-чиновника просил сменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья бывшего замгубернатора. Напомним, Денисова обвинили в покушении на взятку в 200 тысяч рублей от руководства одного из образовательных учреждений. Количество бюджетных мест осталось практически на уровне прошлого года. Большинство вузов края получили из Москвы контрольные цифры набора студентов. По-прежнему приоритетными в нашей стране остаются технические направления подготовки. Поэтому наибольшее количество бюджетных мест в этом году досталось Алтайскому техническому вузу около двух тысяч. На втором месте Государственный университет. Ему выделено Министерством образования без малого 1700 бюджетных мест. Педагогическому в этом году в определенном смысле не повезло. На 40 мест меньше вуз получил по программе подготовки бакалавров. Медицинскому, напротив, профильное министерство предлагает набрать на два педиатра больше, чем в прошлом году. Однако почти половину бюджетных мест предполагают вузе снова достанется так называемым целевикам. Профильное министерство таким образом пытается утолить кадровый голод, который сейчас существует в государственных больницах и поликлиниках страны, считают эксперты. В 2016 году для Алтайского государственного медицинского университета выделено 485 бюджетных мест. Наблюдается положительная динамика по сравнению с прошлыми годами. Например, если взять 2012 год, то увеличение бюджетных мест составляет 75. То есть, если взять 2015 год, то увеличение незначительное всего лишь на два места. Правая рука врача и главный помощник пациента. Сегодня во всем мире отмечают День медицинских сестер. В Алтайском крае этому нелегкому делу каждый день посвящают себя 19 тысяч человек. Многие из них учились под руководством старшей медсестры Краевого ожогового центра Тамары Боткиной. Анастасия Дороган поздравила профессионалов с праздником. Бегло взглянуть на себя, поправить форму и на обход. Присесть Тамаре Боткиной удастся не скоро. Ожоговый центр принимает пациентов со всего края, поэтому палаты никогда не бывают пустыми. В нашем ожоговом центре находится 30 пациентов. Из них 11 находятся в тяжелом состоянии и крайне тяжелом состоянии. Экстремально, как она говорит, медицине Тамара Георгиевна посвятила почти все 40 лет работы. Кстати, первого пациента отделения в 80-м году принимала она. Запомнила его на всю жизнь. Процент ожога был 85%. Рана, к сожалению, несовместима с жизнью. Больной умер через 14 часов. Ну, как бы, такое было мое первое боевое крещение. Медицинская помощь – лишь часть работы. Куда важнее порой поддержка пациента, сочувствие или простой разговор. Особенно для малышей. Детских мест всего 10, но им и внимание особое. Лежат в отделении до полугода. Егор со своей мамой здесь месяц. Обжегся кипятком. Поэтому свой первый день рождения встретил в больнице. Поздравлял весь персонал. Медсестры хорошие, добрые, с детьми тоже помогают. Когда нужно выйти, то есть можно обратиться. Они вполне отзывчивые. Отзывчивость и воспитывает в своих сотрудницах Тамара Боткина. Почти все они ее ученицы. Взрастила три поколения медсестер. Многие студенты после практики возвращаются сюда на работу. Такого чуткого и опытного руководителя еще поискать. Как с родными, мы можем обратиться по любому поводу. И знаем, что она всегда нам поможет и поддержит. Каждый день вместе с персоналом Тамара Георгиевна преодолевает колоссальные нагрузки. Кадров не хватает. Но при этом, говорит, жаловаться здесь не привыкли. Потому что к делу относятся как к призванию. Медицинская сестра должна отработать 42 часа за неделю. А в нашем отделении медицинская сестра за неделю нарабатывает около 120 часов. Я считаю, что нравится работа. Поэтому удерживает пациенты. В людях присутствует милосердие, сочувствие. Поэтому что-то же удерживает. Самой гуманной профессией, как ее еще называют в мире, на Алтае ежедневно посвящает себя около 19 тысяч человек. Многие признаются, что в свой день им, конечно, приятно получить подарки. Но гораздо больше они бы ценили такое же сочувственное отношение к их работе, какое они дарят сотням пациентов. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин, Павел Лауронин, информационный канал «Город». Все дети трехлетнего возраста, проживающие в Барнауле, в этом году получат путевку в детский сад. По крайней мере, так обещают в городском комитете по образованию. Между тем, после комплектования дошкольных учреждений в очереди останутся еще 5000 малышей. В основном, двухлетнего возраста. Всего в этом году путевки получат более 7000 дошколят, в том числе 3002 леток. Долгожданный документ родителям будут вручать по номеру электронной очереди. Для этого им нужно записаться на прием к специалисту в журнале предварительной записи. В городском комитете по образованию советуют получить талон как можно быстрее, чтобы избежать ажиотажа. Записаться на прием к специалисту можно в четырех местах. В железнодорожном районе по улице Молодежная 51, в индустриальном 42-я краснознаменная бригада 8, в Ленинском Георгии Исакова 230, жителям Октябрьского и Центрального путевку будут вручать в городском комитете по образованию по адресу Союза Республик 36А. Выдавать путевки в детские сады Барнаула намерены до 21 июня. Детский сад, как и школа, это является образовательной организацией, поэтому формирование групп, как и классов в школе, начинается с сентября месяца. Но деткам до ноября, если исполняется три года, то они подпадают под категорию с трех до четырех лет. Этим всем детям будут действительно предоставлены места. Они освобождают заложников и борются с террористами почти каждый день. К счастью, только на учебных тренировках, но устрашающие приемы им порой приходится применять на службе. Отдел специального назначения Краевого управления системой исполнения наказаний отмечает свое 25-летие. Юбилей отметили очередной отработкой навыков. Условный террорист захватил здание и вступил в схватку с БТРом и легионом спецназа. Кстати, элитное подразделение УФСИН так и называется – «Легион». В нем служат 46 сотрудников, обязанности которых – следить за порядком во всех колониях Алтайского края. За 25 лет «Легион» воспитал не одну сотню профессиональных бойцов, готовых выполнить любое задание в любом месте в любое время. Так они говорят сами о себе. А уж сыграть злодея вообще не проблема. Лучше маленько заклада, так нормально. Страшно было? Нет, не страшно. А что тут не страшно? Оно, доска падает, ну, взрывается, ну, стреляет, убывает. Здесь граната будет, светошумовая. Временно выводит из строя противника. Глушит, остребляет. Следующий эпизод сценария – захват заложника. Осужденные задумали сбежать из колонии и прихватили с собой фельдшера. Не вирусите наши дрова! Не верю, не сюда! Мы здесь! Ослепили, оглушили и обезвредили даже заложницу. Церемониться не стали ни с кем. Я не знаю, заложница это или нет. Она же в халате, медсестра. У нас все преступники. А вам не обидно, что вы заложница, а с вами вот так поступили? Ну, мало ли, они заложницы. Они проверят, а там уже отпустят. Можно взговорить. На телевидение звали. Зачем мы? Вот они. Что хотели? Да, права, ну, что они, ну, жёстко. Они нормально. Обманывают обычно. Всё делают качественно, всё хорошо, мягко принимают. Так чуть-чуть травы поели. Ну, ничего, всё красиво. И красиво, и зрелищно, и громко. Это нам, журналистам, хорошо снимать и показывать такой экшен. Но ведь рядом жилые дома. И вряд ли людям в них по нраву столь шумное соседство. Здесь мы проводим, ну, минимум занятий. То есть использованием пиротехники. Основные занятия происходят на полигонах, конечно. Все свои знания, умения и навыки легионеры передают детям. На базе спецназа УФСИН работает военно-патриотический клуб «Юный спецназовец». Здесь школьники учатся быть бойцами, в том числе и в жизни. Некоторые из них позже сменят своих наставников и встанут на стражи порядка. Елена Ямашева, Александр Антропов, информационный канал «Город». В субботу, 14 мая, в 7 вечера музей Барнаула распахнул свои двери для посетителей. Уже в 11-й раз в Край пройдет музейная ночь. Все мероприятия в ее рамках будут посвящены Году российского кино, 55-летию первого полета человека в космос, а также Году России в Греции и Году Греции в России. Участниками акции станут 86 музеев Края и его столицы. Тему мы продолжим с гостем нашей студии Татьяной Бондаренко, заместителем директора Государственного художественного музея Алтайского края. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день. Мне показалось, что в этом году в прессе гораздо больше внимания уделили Библия ночи, чем музейная ночь. Вы со мной согласны? Если да, то почему? Я не знаю, я на это не обратила внимания на самом деле. Но может быть потому, что Ночь музеев – это уже очень хорошо раскрученный проект. Он уже известный, широко известный, широкомасштабный. А Библия ночи только набирает обороты. Может быть, поэтому? Не означает ли это, что интерес зрителей к музеям ослабевает? Или наоборот, музеи не готовы уже встретить всех желающих принять? Да нет, мы всегда готовы встретить всех желающих. Ну, посмотрим в этом году на музейной ночи, как это будет, ослабевает интерес или нет. Но вам кажется, что интерес по-прежнему большой. Ну да, в общем-то, ничего, по-моему, не меняется. Татьяна, вот в этом году сменили название. Называлась раньше «Музейная ночь», теперь «Ночь музеев». Как это как-то поменяет, повлияет на формат? По-моему, 10 лет были «Музейной ночью». А с 2015 года акция стала всероссийской. Взята под эгиду Министерства культуры. И уже от Министерства культуры она исходит как «Ночь музеев». Но мы не увидели ничего страшного в том, что на 2011 году она станет «Ночь музеев». Судя-то не меняется. Название поменялось, слова там переставились и так далее. Ничего страшного. Понятно. Сколько барнаульских музеев примут участие в этой культурной акции? И где будут самые любопытные, на ваш взгляд, программы? Куда посоветуете гражданам пойти? В городе Барнауле музеев принимает участие 35. Ну, это как всегда, музеи разного уровня подчинения, мы говорим. Государственные, муниципальные, частные. Вот посоветовать, куда пойти, я не могу, потому что мне, кажется, программы все интересны. Это уже зависит от предпочтений каждого посетителя, который решит пойти на акцию. На сайте Управления Алтайского края по культуре и архивному делу все программы размещены. Можно сегодня изучить их, посмотреть, позвонить в музей, задать вопрос, если вдруг он возникает по программе. Состоять свой собственный маршрут и уже приобрести предварительно билет и идти. Поэтому я думаю, что будет интересно везде. А у вас, к примеру, что будет? Ой, мне кажется, у нас будет очень интересно, потому что у нас мы начнем с флешмоба Сертаки, потому что одна из тем, которой посвящается эта акция текущего года, это перекрестный год Греции в России и России в Греции. И мы решили, что для создания атмосферы Сертаки будет в самый раз. Потом у нас продлится мастер-класс тоже по хастлу, это социальный танец, парный танец, зажигательный тоже. То есть мы вначале в самом создаем атмосферу. Концерт группы «Первое завтра» тоже очень известный. Ну а потом, вы знаете, мы переходим к основным темам, к основной теме Году российского кино, потому что у нас есть в коллекциях нашего музея работы очень замечательного художника Андрея Осиповича Никулина. И покажем фильм, который не был в свое время на широкие экраны выпущен. Называется «Новая Москва». Это такой жанр изобретательской рационализаторской фантазии. И вот в этом жанре Андрей Осипович выступил художником. Ну и расскажем, как он работал и так далее. Вот это очень интересно. И еще у нас очень интересная будет программа «В греческом зале», «В греческом зале». Мы назвали ее. Понятно. Татьяна, вот вы уже немножко затронули тему билетов, да, стоимости. А найдены в этом году или нет? И можно ли купить, например, в одном музее билеты, билеты в другие? Вы знаете как, вот это тоже одна из частей нового формата. Билеты продаются в 13 учреждениях. То есть это те учреждения, которые... Самых крупных, да? Самых крупных и те, которые всегда работают по билетам. У нас же есть билеты и галереи, у которых вход свободный практически, ну, в простой идее. Постоянно. Постоянно, да. Вот. Поэтому вот нужно билет покупать в каждой музее. Цена, ну, очень смешная, как мы считаем. Это 40 рублей общий билет и 20 рублей для льготной категории. Это дети школьного возраста и пенсионеры. Я считаю, что это не такая великая сумма. Но она покупается в каждой из 13 вот этих, которые предварительно продают билеты. А до скольки будут распахнуты двери музеев? Большинство музеев работает с 19.00 до 2 часов ночи. Ну, некоторые работают те, кто, например, размещается в жилых домах, школьные музеи. Они, у них акции покороче немножко. А в основном до 2 часов ночи. На ваш взгляд, вот есть перспективы у музейной ночи или там ночи музеев? Или уже устали вы что-то придумывать, чем-то удивлять каждый год? Я думаю, что есть, потому что каждый день, во-первых, темы разные. Во-вторых, есть возможность использовать коллекции как можно чаще. Ведь мы же выставляем коллекции очень небольшой процент в год. Поэтому вот эта акция как раз та самая возможность, когда можно показать что-то очень такое значимое из фондов. Раритетное, например, достать один раз в год и этим самым привлечь внимание посетителей к своему музею. Сделать бенефис экспоната, как это делают у нас некоторые музеи замечательно. Поэтому я думаю, что ресурс еще есть. А вот нет желания там два раза в год или это сложно с точки зрения финансирования сделать? Это с точки зрения психологии сложно, потому что то, что начинает происходить часто, становится неинтересным. Понятно. Но я думаю, Татьяна, мы еще раз пригласим. Приходите. Да, мы всех ждем, наших горожан. В семь часов открываются двери музеев. В каждом музее произойдет свое открытие. Спасибо. Спасибо, что вы к нам пришли. Вам сдачи вам. А я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была Татьяна Бондаренко, заместитель директора Государственного художественного музея Алтайского края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова